Добрый день, это опять Кухня образования. Меня зовут Наталья Амельченко, я консультант по обучению за рубежом и 10 лет мы отправляем ребят учиться в самые разные страны. Мы поговорили с вами о том, что есть бакалавра, есть магистр. Это две ступенечки, которые ты получаешь только тогда, когда получаешь кредиты. Ну а кредит это особая система, кредитно-модульная, которая возникла не так давно, но она очень любопытная, потому что кредит это твоя трудоемкая единица, сколько труда вложено в тот или иной предмет. Ну и конечно же подробно. Итак, мы собираем с вами для бакалаврской степени 180 кредитов. Как это происходит? Каждая учебная дисциплина, когда ты ее сдал, экзамен сдал, зачет сдал, получил по ней оценку, это уже падает в твою копилку. Просто каждый предмет исчисляется определенной формулой, сколько он весит, и присваивается ему определенное число кредитов, которые ты зарабатываешь. Есть большие предметы, ну например, как этот лимон, да, линейная алгебра, 4 кредита. Это может быть профессионально ориентированная дисциплина. Или какой-то маленький предмет, как эта конфетка, которую почти не видно. Она, например, один кредит. Такое часто бывает. Физкультура, да, или какой-то другой предмет. И все, что ты делаешь, это каждый раз ты планируешь, сколько в семестре ты прослушаешь дисциплин, чтобы собрать свои 30 кредитов. Поэтому получаешь эти кредиты, независимо от того, на какую оценку ты сдал свой экзамен или зачет. У тебя есть 30 кредитов, которые ты должен набрать каждое семестре, 60 кредитов в год. И есть объем часов на каждую дисциплину, который уже давно рассчитан. Это значит аудиторная работа, практические занятия и очень хорошо просчитаны, сколько ты дома должен тратить времени на изучение этой дисциплины. Вот все в сумме, весь этот микс и есть тот кредит, который ты зарабатываешь. Те предметы, которые получает студент в своем личном кабинете, можно разделить на три условные единицы. Это обязательные предметы, которые ты прослушаешь, независимо от своей воли и желания, в нужный год, в нужный семестр, в нужное время. Обычно есть два обязательных предмета. Остальные предметы, это предметы по выбору, профессионально ориентированные. Ты можешь решить сам, в каком семестре ты будешь слушать этот предмет. И есть так называемые общие предметы, предметы для развития, которые в принципе дают очень мало кредитов, но ты их выбираешь, потому что в сумме из обязательных и профессионально ориентированных никогда не соберешь 180. Поэтому этика, эстетика, гендерные исследования, самые разнообразные теории искусства, которые ты можешь изучать хоть на молекулярной химии. Все это ты выбираешь и подбираешь для того, чтобы собрать 180 кредитов и получить первую ступенечку бакалаврскую. Затем собрать еще кредиты и собрать в сумме с бакалаврской степенью 240 кредитов, и тогда ты станешь магистром. Поэтому хорошие охоты за кредитами. Ну и главная циферка, которая показывает трудоемкость какой-то дисциплины, сумму кредитов, включает в себя самостоятельную работу. Подумай и посчитай, сколько часов в день ты должен тратить на этот предмет, чтобы его успешно сдать. Заранее это уже просчитано. Не забудь, пожалуйста, учиться для того, чтобы эти кредиты заработать. И все будет хорошо. Это Кухнеобразование с Натальей Амельченко. Смотрите нас, мы будем дальше рассказывать самые-самые простые вещи об обучении в другой стране. Кухнеобразование с Натальей Амельченко. Пока!